Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 29 октября, и перед тем, как обрезать стручки вот у этого перца Орликина, я хочу вам показать его во всей красе, потому что я обещала показать те перцы острые, которые можно занести домой и выращивать еще долго дома. Но так как я сейчас его обрежу, потом он будет выглядеть, наверное, непрезентабельно, я сейчас вам покажу, какой он есть до стрижки. Его, конечно, в домашних условиях показать было очень сложно, он у меня не вошел по высоте вот на этот стол, уперся в лампу освещения. И если оранжевый гномик, который я вам показывала, он более компактный, он именно вот такой вот комнатный, горшичный, он прям весь подобранный, и у него высота совсем небольшая, сантиметров 20, то вот этот перец Орликина, он немного более такой, как бы чуть повыше и чуть пораскидистее. Но все равно у него очень маленькие стручки, очаровательные. Его прислала мне одна моя, ну и в одноклассниках из друзей, одна моя знакомая, по переписке знакомая. Сорт этот выращивала я тоже впервые, но он меня удивил вот именно своей оригинальной окраской и расцветкой в зеленом виде. Если оранжевый гномик, он никаких, как сказать, на нем ни штрихов, ни пятнышек не было, он сначала светлый, потом оранжевый делается, то Орликина, вы можете увидеть вот на лицевой фотографии, он сначала рождается белый, потом он вот такими фиолетовыми, ярко-ярко-фиолетовыми такими штрихами, пятнами, вот именно как Орликина, как клоун, он вот такой, сильно такой пестро-яркой расцветки, и они всякие разноцветные. Один перчик розовеет, другой белый, третий фиолетовый. Получается очень красиво, в течение лета он очень-очень декоративный. Ну, конечно, вот так вот ближе к осени, и уже даже к концу осени, потому что уже вторая половина осени, он приобретает равномерный вот такой красный цвет, и плоды у него тоже отличаются от плодов гномика. Гном, он похож на морковку, видите, такие миниатюрные маленькие морковки. Вот сейчас буду выбирать семена. А этот просто обыкновенный красный острый перчик. И вот многие спрашивают, особенно одна там девушка написала, чтобы я говорила, какой остроты перец. Вот этот перец Орликина, он хотя позиционируется как декоративный перец, вроде как мы считаем, что декоративный это для украшения, но его все-таки можно употреблять в пищу, он очень-очень острый. Вот чили, такой острый, жгучий. И вполне возможно, что осенью, в начале зимы, при приготовлении каких-то мясных блюд, или там подлив, вы можете по одному вот такому перчику срезать и употреблять в еду. Остроту он вам даст точно. Но если вам жалко его, ну вот мне все равно его сейчас весь обрезать. Я сейчас хочу сказать еще про то, что если вы захотите, это сорт, это не гибрид. Я выращиваю только сорта, с которых можно взять семена. Если вы захотите его размножить, вот как я, я держу до такого состояния, чтобы он был полузасохший. Потому что вот с таких перчинок особенно нельзя, видите, недозрело. И даже если они красные, я не рискую с них снимать семена, потому что боюсь, что они недозрелые, потому что все эти перцы обычно у нас гости из южных стран, где очень жарко, все острые перцы, они вот оттуда все, там Испания, еще какая-то другая страна. И поэтому, если хотите взять семена, нужно вот так вот подождать. Иногда у меня даже все листья уже на кусте осыпаются, он весь засыхает, а вот эти сухие стручки остаются на этих, на веточках. Храниться в таком сухом виде он может годами. Вы можете просто сделать снизку из сухих перчиков и повешать у себя над, ну где-где кухонный гарнитур. Все, вот это было знакомство с перцем Орликино. Очень яркий в молодости в зеленом виде, потом становится равномерным вот таким красным, очень острый, красивый, можно выращивать дома еще несколько месяцев. Но я, видите, мне нужно его обстригать, потому что мне нужны семена, а вообще он мог бы расти и украшать ваш дом. Вот это перец Орликино, такой же, как оранжевый гномик. Это то есть тот, который можно занести домой зимой любоваться. Вот если бы сейчас мне не обрезать вот эти вот стручки, представьте, какая красота зимой. Все, до свидания, с вами была Ольга Челлина.